Доброе утро, уважаемые зрители! Сегодня я решил приготовить завтрак. На завтрак у нас будут пельмени. Ну, чтобы не было так скучно их готовить, вы не смотрели на меня просто так. Я вам расскажу рассказ Ивана Алексеевича Бунина, господина Санкт-Франциско. Господину Санкт-Франциско исполнилось 58 лет. И он решил, да, я решил сам единолично, отправиться в кругоизведное путешествие вместе со своей семьёй. С женой. Ой, ну, наконец-то я могу отправиться в путешествие. Посмотрю на мир. И дочкой. Ой, а я тоже так хочу посмотреть на мир, там, наверное, так красиво. Ну, вот они втроём и отправились. Но господин из Санкт-Франциско имел право себе это позволить. Он был очень богат. Вот настолько. Нет, это мало. Он был вот настолько богат. Вначале он собирался отправиться в Италию. Потом поехать в Париж. Потом поехать в Венесуэлу. Побывать в Палестине, в Константинополе, в Афина. А в конце пути даже заехать в Японию. Ну, по пути домой. Отправились они в путешествие. Втроём. Вот. Отправились они на пароходе. А этот пароход вызывался Антарктида. Самый знаменитый пароход на то время. Он больше был похож на гигантский отель. И они там отправились не втроём. С ними было там очень много людей. И все они проводили время на этом пароходе потрясающе. Ему, конечно, это наскучило. И ему посоветовали отправиться на остров Капри. В итоге они прибыли на этот остров. И также встречали бездомные люди, которые предлагали различные услуги. Одевшись раньше жены и дочери, господин из Сан-Франциско отправился в Четаню в отеле. И там ему вдруг стало плохо. В принцессе тело с носа сам господин сполз на пол. И всё бы могло обойти спокойно. Но в это время в Четане находился другой человек, который всё это увидев... О господи, о господи, какой уже служит! Начал паниковать, бегать в разные стороны, носиться туда-сюда. И из-за этого поднял весь народ, которые начали бегать, шуметь. Весь отель встал на ДВ. Успокойтесь, всё нормально. Просто человек упал в бомбер. Но его уже никто не слушал. Все бегали, паниковали. Конечно же, господин из Сан-Франциско взяли и отнесли в комнату. В самом конце коридора под 43-м номером была комната грязная, мокрая, сырая, холодная. Позже туда прибежала его жена с его дочерью. Они находились рядом с ним в его последние минуты. Господин из Сан-Франциско там и погиб в этой комнате. Жена же попросила хозяина этого отеля перенести его обратно к себе в номер. На что хозяин им корректно и слепетно всё ответил. «Простите, но мы этого сделать не можем». Кстати, отобирался он на том же самом корабле, на котором и приплыл сюда. И на этом самом корабле, как и обычно, на обратном пути, все люди наверху праздновали, веселились, играли, шутили, смеялись. И никто даже не подозревал, что где-то внизу, в самом нижнем трюме, находится в мокром, холодном помещении, тот самый, никому неизвестный, господин из Сан-Франциско. Ну что ж, мой завтрак готов. Всем приятного аппетита!